Всем привет! С вами снова Оля. Сегодня я и моя маленькая помидорка, которая сидит в соседней комнате, остались дома. Неспроста. Наши каникулы продолжаются уже третий день. Сегодня суббота и с четверга мы не ходим в садик. Ну и, как вы уже догадались, все это связано с эпидемией коронавируса. Эта болячка добралась уже и до нас. Не только в Польше, а уже конкретно во Врославе зафиксированы случаи заболевания этим вирусом. По-моему, в трех случаях был летальный исход, но это в общем и целом в масштабах всей страны. Но на данный момент количество зараженных коронавирусом растет. Читаю очень много информации на Facebook, и как и все приезжие украинцы, россияне, белорусы, я состою в тех группах, где находятся те же украинцы и россияне, и белорусы. И очень много читаю всяких негативных комментариев по этому поводу, что, мол, слишком раздули, панику на людей нагнали, и люди вообще с ума сошли, сметают все, что можно просто в магазинах, делают такие покупки, как будто бы вообще к какой-то войне готовятся, и будут у себя в бункерах пережидать эту войну. Но я один из тех сумасшедших людей, которые тоже сметают все с полок и готовятся пережидать эту так называемую войну у себя дома. Я вообще не понимаю, как можно относиться легкомысленно к таким ситуациям, когда эпидемия разрослась не на город, не на страну, а прям конкретно на весь мир распространилась очень быстро, в течение нескольких месяцев, просто подкосила всех, кого только могла. И люди со слабым иммунитетом подвержены в первую очередь, люди в более старшем возрасте вообще могут не выкарабкаться и просто умереть. Неужели есть что-то важнее, чем жизнь человека, чем здоровье человека? Когда говорят о таких, как я, что мы сошли с ума и сеем панику, я называю это самым обычным инстинктом самосохранения. У меня дома есть маленький ребенок, у меня есть мама, которая живет в Украине, и она находится в том возрасте, когда уже попадает в зону риска тех людей, которые в случае заражения коронавирусом могут просто не побороть эту болезнь. Зачем рисковать? Если правительство дает такую возможность отсидеться дома и как можно меньше выходить в публичные места, почему не воспользоваться? Зачем себя нарожать? Я не считаю, что эти меры предосторожности это глупости, потому что на данный момент в Италии совсем плачевная ситуация. Единственное, о чем я думаю, почему этого не сделали раньше? Почему, когда эта серьезная болячка только-только начала гулять по всему земному шару, нельзя было остановить это вот такими вот серьезными мерами, как закрыть границ, там не пускать людей, туристов ограничить в выезде куда-либо. Мне кажется, можно было бы избежать такой вот ситуации, которая есть на данный момент, но это уже просто слова. На следующей неделе у меня будет день рождения, и вроде бы казалось хорошее время для того, чтобы радоваться и готовиться к празднику, но праздника не состоится. Мы будем дома в тесном семейном кругу, с чаем, с банкой варенья, скорее всего. Конечно же, ни в какой ресторан мы не пойдем, все развлекательные центры закрыты, все, что связано с общепитом, тоже закрыто, работают рестораны только на вынос. Но это, в принципе, неплохая альтернатива, можно заказать на дом какие-то вкусняшки, кстати. А вот приезд моей мамы пришлось отложить, конечно же. Мы обсуждали это несколько дней, это была очень такая болючая тема для нас, для всех, потому что я не видела свою маму уже больше, чем полгода. Я невероятно соскучилась, я ждала ее приезда очень сильно. Но вот буквально еще за пару дней до того, как начали закрывать границы, мы начали обсуждать это. Возможно, мы отложим этот визит. Может быть, как-нибудь через пару недель, когда все это утихнет. Может, не стоит ехать, потому что все-таки болячка как бы серьезная. Буквально позавчера всплыла такая информация в интернете о том, что женщина, которая приехала из Польши, находилась здесь, она недолго была в гостях у кого-то, но привезла вместе с собой этот коронавирус, который, ну не знаю, вроде как не совсем подтверждено, что это конкретно коронавирус. Но она приехала с какой-то простудой и не стала обращаться сразу к докторам. В возрасте 51 года женщина просто не стала от какой-то простуды. Но это страшно, не правда ли? Я считаю, что это реальный повод для того, чтобы задуматься. Пусть даже это единственный случай на всю Украину. Я не хочу, чтобы вторым случаем была моя мама. Моя семья это самое важное, что есть. Здоровье и жизнь абсолютно каждого члена семьи очень важна. И я максимально хочу оградить всех своих близких от этой болячки. И как бы мне не хотелось, как бы я не скучала, но мы решили, что она не приедет сейчас. Но это решение было принято буквально пару дней назад, а вот уже сегодня мы точно знаем, что границы закрыты. Вполне официально въезд и выезд из Польши в Польшу, как и из Украины в Украину, запретили. И любое передвижение по железной дороге или по воздуху прекращено. По официальным данным, мы должны были уйти на такие вот вынужденные каникулы с 16 марта, то есть с понедельника. Но уже с четверга мы не ходим в садик. Это была такая просьба воспитателей оставлять детей дома по возможности. У нас была такая возможность. Сидим дома уже третий день. Неизвестно, сколько это продлится. Ситуация, мягко говоря, нестабильная. На входной двери в садик было написано, что эти вынужденные каникулы продлятся с 16 марта по 25 марта. Правда это или нет? Действительно ли мы будем находиться дома 10 дней? Неизвестно, наверное, пока никому. Но это уже будет зависеть от того, насколько быстро эта болячка будет распространяться. Или, возможно, с приходом тепла она действительно исчезнет и перестанет нас всех так сильно беспокоить. Вчера вечером я получила такую рассылку. Выглядит эта рассылка вот таким вот образом. Возможно, вы получали это. Возможно, что-то другое, но подобное. Это информация от вчерашнего дня. И она вполне достоверная. Как бы нет никакого повода не доверять, потому что это источники официальные. Стан загружения эпидемичного в Польсце в провод зоны. И дальше пункты. В рацио контроля на границах на цонной мне 10 дней. То есть возвращается контроль на границах, ну, как минимум на 10 дней. Но для меня это немножечко странно, потому что ниже будет написано о том, что границы вообще закрыты. И кого там будем контролировать, как бы немножечко непонятно. Ну, ладно, поехали дальше. Заказ въезда для цудзожемцев. Ну, то есть все иностранцы, какого бы происхождения они ни были, они не могут пересечь границу. И не потому, что мы здесь все такие вот нацисты и не любим никого, а потому что нельзя пересекать границу вообще. Ну, то есть это даже не обсуждается. Неважно, болеешь ты или не болеешь. Если ты приезжаешь за границей, если ты поляк и хочешь вернуться домой, то тебя сажают насильственно в 14-дневный карантин. И вот в этом случае у меня тоже очень такой серьезный вопрос насущный, поскольку я являюсь работником магазина. Мне интересно, почему же мы не люди? Почему мы будем продолжать работать в обычном режиме, как будто бы ничего не происходит, и нарожать себя и свои семьи на опасность, покуда будем просто находиться в общественном месте. Причем это не просто общественное место, а место большого скопления людей. Как-то это немножечко непродумано. То есть там или должна быть очень серьезная защита в виде масок каких-то сменных, в виде перчаток, может какие-то, я не знаю, там скафандры. Но это как-то должно выглядеть более подготовлено, на мой взгляд. Ну или хотя бы сократить время работы магазинов. Вот буквально минут 10 назад я звонила своему руководству и хотела выяснить этот момент, приходить ли мне на работу или не приходить на следующей неделе. И мне сказали, что приходить, и вообще никаких вариантов не прийти нет, потому что некем меня заменить. И вот спрашивается в задаче, почему я не имею права остаться дома вот в такой вот ситуации, действительно опасной для здоровья. Непонятно, почему не ограничить работу некоторых магазинов, почему не сократить время, почему вообще не закрыть огромные такие вот большие магазины и не оставить какие-то маленькие магазины с ограниченным количеством рабочих часов. Ведь в магазине как раз и будет находиться это большое скопление людей в течение всего этого периода, сколько бы он там не продлился. Потому что это единственное доступное, открытое, публичное место, куда можно прийти и что-то купить. А люди, как мы понимаем, не все социально осознанные. Некоторые будут ходить прям каждый день за каким-то молоком и булочкой. К сожалению. Дальше идем. Идем дальше по тексту. Что у нас здесь еще? И вот это именно то, о чем я говорила немного раньше. Как можно запретить людям собираться в одном месте в количестве превышающем 50 человек и при этом не закрыть большие магазины продуктовые. Ну, как-то это совсем нелогично. Потому что там в один и тот же момент может находиться несколько сотен человек. И какая вероятность, что кто-то из них не принес с собой вирус? Я, например, уверена в своем здоровье, потому что я ежедневно в своем рационе употребляю целую кучу всяких витаминов и пищевых добавок. Но это я. Я точно знаю, в каком состоянии мое здоровье. Я несу ответственность за свое здоровье. Но я не знаю, что происходит со здоровьем у человека, который находится рядом со мной в автобусе, который стоит на кассе у меня в виде клиента, или даже человек, который со мной работает. Для того, чтобы совсем избежать распространения такой серьезной болячки, мне кажется, стоило бы закрыть хотя бы на несколько дней все, включительно и банки, и магазины. Ну и вот самым последним пунктом остается самая неприятная для меня информация. Это то, что склепы, банки в краю под заставим от варты. Ну то есть мы остаемся работать так же, как и работали до этого в обычном режиме. Еще сегодня я услышала такую информацию, опять же таки на фейсбуке. Какая-то девочка рассказывала о том, что увольняют людей в связи с этим карантином. Я не знаю, если честно, насколько это правдоподобно, насколько этой информации можно верить и доверять. Вообще для меня странна сама причина, по которой увольняют людей, чтобы что. То есть в течение этих двух недель люди не будут работать, а потом их снова будут нанимать обратно, или я не знаю, как это все будет выглядеть. И если вы знаете что-то по этому поводу, напишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать. Может быть, вы сталкивались лично с такой проблемой, или кто-то из ваших знакомых столкнулся. В случае, например, с нашим папой Владиком, который сейчас, несмотря на то, что суббота, находится на работе, да, и он находится там неспроста, потому что очень многие рабочие явили такое желание работать удаленно, будут находиться дома в течение последующих 10 дней. Но в связи с этим нужно установить сеть, для того, чтобы работа удаленно проходила максимально комфортно, без каких-либо проблем. Есть вот такой вот администратор Супермен, который приедет на работу даже в субботу и установит все эти компьютеры. Что касается конкретно Влада работы, то там все в обычном режиме, все продолжают работать. Те, кто дома с маленькими детьми, конечно же, стараются, как и я, оставаться дома в это время. Ну, а вот такие вот бесстрашные мужчины, как наш папа будет ездить каждый день на работу, он не видит в этом такой серьезной угрозы, и при том, что количество людей в общественном транспорте уменьшилось процентов на 80. Вероятность того, что где-то подцепишь, что болячка все-таки снизилась. Люди запереживали. Люди относятся к этому действительно серьезно, и я считаю, что так и нужно к этому относиться. Если бы болячка просто разносила какой-то насморк, безобидной по стране, не было бы вообще смысла об этом даже говорить. И че мы халоси! Но поскольку эта болячка настолько серьезно может повлиять на здоровье человека, что даже отнять жизнь, я считаю, что игнорировать эту проблему глупо и совсем неуместно. Я желаю вам всем здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, своих детей, своих родителей. Не забывайте мыть руки, не забывайте о том, что грязными руками, находясь на улице. Ни в коем случае нельзя прикасаться к лицу. Пейте побольше теплого. Насколько нам известно, этот вирус боится тепла. Впускайте свежий воздух в свои квартиры, проветривайте почаще. Обязательно влажная уборка. Ну и все то, о чем мы знаем с самого детства. Ежедневная витаминка С, обязательно побольше кальция в рационе и хороший полноценный 8-часовой сон. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и оставайтесь с нами. До новых встреч! Всем пока-пока!